К другим темам. Выписать и получить обезболивающие лекарства для онкобольных в России станет проще. Новые правила вступят в силу уже с 1 июля. Об этом, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Российские школьники смогут путешествовать в поездах дальнего следования за полцены. Сейчас скидка для детей старше 10 лет действует только в учебный период. Министерство транспорта страны разрабатывает проект поправок, по которым РЖД получит из федерального бюджета субсидии на школьников и за 3 летних месяца тоже. Предполагаемая сумма из бюджета на эти меры 1-2 миллиарда рублей. Соответствующий законопроект должен быть доработан в течение двух недель. С 1 июля в России упростится процедура получения обезболивающего для онкологических и безнадежных больных. Так, закон предполагает увеличение с 5 до 15 дней срока действия рецептов на сильные препараты. Отмену требований, обязательной сдачи использованных упаковок. А структурным подразделениям лечебных учреждений в сельской местности, где нет аптек, разрешат выписывать такие лекарства. Причиной законодательных изменений послужила серия суицидов пациентов, не получивших необходимое количество анальгетиков. Самым резонантным стало самоубийство контр-адмирала в отставке Вячеслава Апанасенко в феврале прошлого года. Сегодня в России в палеоативной помощи ежегодно нуждаются около 800 тысяч умирающих. Полицейских, имеющих допуск к государственной тайне, хотят ограничить в выездах за границу. Соответствующий законопроект направил на рассмотрение парламента депутат Госдумы Дмитрий Носов. Он предлагает запретить сотрудникам МВД иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве на время прохождения службы. Эти запреты должны повысить ответственность работников органов внутренних дел, усилить обеспечение собственной безопасности системы МВД и обезопасить россиян от действий агентов иностранных спецслужб, считают авторы инициативы.